Дорогие друзья, я вас снова приветствую на своем канале YouTube для архитекторов и дизайнеров. С вами снова на связи Александр Олейников и сегодня мы продолжаем свою серию видео уроков по Twinmotion. На прошлом занятии мы с вами подготовили несколько ракурсов для визуализации. Мы с вами проработали передний план визуализации и также мы с вами просмотрели настройки Vegetation Paint. Мы с вами настроили Location и Weather. Значит, на сегодняшнем занятии я хотел бы вам рассказать про фильтры, которые можно использовать непосредственно уже перед окончательной визуализацией. Рассмотрим каждый из параметров и попробуем сегодня сделать 2-3 хороших визуализации. Давайте приступим. Значит, я подобрал еще один хороший ракурс. Мне кажется, он очень-очень хороший, очень красивый. Поэтому давайте сейчас, в принципе, над ним и поработаем. Значит, для того, чтобы мы могли проработать и хорошо поработать с данным ракурсом, изменить его параметры, нам нужно перейти в параметры More. Когда мы сюда попали, мы видим два знакомых для нас параметра. Это Location и Weather, которые мы с вами на прошлом занятии уже рассмотрели. То есть, в параметрах Location мы с вами можем установить время года, месяц, расположение севера и бэкграунд. В параметре Weather мы с вами настраиваем погоду, мы с вами настраиваем время года, которое у нас будет присутствовать на данной визуализации. Насколько у нас, так скажем, высоко и насколько у нас взрослые деревья будут на нашей сцене. И, соответственно, эффекты. Эффект ветра, направление ветра, туман и, соответственно, отображение воздействия климатических осадков на поверхности. Но климатические осадки нам на данном этапе не нужны, так как у нас климатических осадков на данной сцене не будет. Поэтому сразу возвращаемся к параметрам. И следующий параметр, наверное, один из самых важных, это Lightning, который отвечает за светотень на нашей сцене. Значит, переходим к параметру Lightning. Первый параметр, который мы здесь видим, это Expotion. Этот параметр характеризуется за общее высветление. То есть, если мы сделаем темнее, соответственно, вся наша сцена приобретает более темные тона. То есть, она становится намного темнее. Если же мы делаем ее выше нуля, соответственно, вся сцена у нас становится намного светлее. В принципе, для данной сцены показатель 0 будет хорошим. Значит, следующий параметр это White Balance. Значит, чем характеризуется данный параметр? Он характеризует наличие белого цвета у вас на сцене. То есть, если мы ставим его меньше, то у нас, соответственно, визуализация получается более холодная. Если же мы ставим его больше, у нас становится визуализация более солнечная, более теплая. Но, учитывая, что у нас объект расположен в Исландии, я бы сделал все-таки где-то, может быть, 6000. Давайте зададим параметр 6000. Вот. Мне кажется, это вот необходимый нам показатель. Значит, следующий показатель это Global Illumination. Вот. То есть, это включается глобальное освещение. То есть, либо мы его включаем, либо выключаем. В некоторых параметрах, как вы видите, чем он характеризуется? Смотрите на тени, которые располагаются вот здесь. То есть, сейчас он включен за счет того, что у нас включено глобальное освещение. Если же мы его выключаем, то у нас тени становятся менее объемные, менее реалистичные. То есть, Global Illumination отвечает за эффект глобального освещения. Значит, если мы перейдем здесь во вкладку Mo, мы смотрим то, что здесь у нас есть, так скажем, эффект от Global Illumination. И насколько далеко он будет распространяться. Значит, я предлагаю его поставить, ну, пусть будет 500 метров, так как у нас имеется вдали также деревья. Попробуем поставить 1000 метров. Ну, максимальный показатель 500. И также мы можем изменять параметр Global Illumination. Сейчас он стоит 0,40. Мы можем поставить либо меньше, либо больше. Но существенной разницы в данной сцене мы не видим. Поэтому оставим, как он был, 0,40. Как вы помните, для того, чтобы изменять показания параметров в Twinmotion, нужно обязательно перейти на английскую раскладку. 0,4. Дальше. Shadow. Соответственно, основной параметр, который охарактеризует тени, как они будут отображаться на нашей сцене. В данном случае у нас тени отображаются всего на 114 метров. То есть мы видим, что здесь тени у нас прекрасно отображаются, деревья объемные, с тенями. Но уже дальше у нас деревья без теней. То есть, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Если мы поставим меньше, соответственно, вы видите, что у нас тени просто-напросто пропадают. Но нам нужно поставить как можно больше. То есть, разницу, так скажем, очевидна. То есть, меньше и больше. Так, 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 так. То есть, когда мы видим то, что наши тени захватывают полностью всю сцену. То есть, поставим 800 метров и, соответственно, 1200 метров поставим, потому что там у нас на горе также отображается тень. И, соответственно, мы видим то, что тень у нас отображается теперь на всей сцене. Значит, также здесь имеется у нас параметр ShadowBS. Он отвечает как параметр за падающую тень. То есть, либо мы можем поставить его меньше, либо больше. Соответственно, в данном случае, мне кажется, лучше, если мы его поставим по минимуму. Наша сцена будет выглядеть, мне кажется, более реалистично. То есть, ну, не самый минимум. Давайте сделаем... Давайте сделаем... Вот так вот. 0,16. 0,1 сделаем. 0,13. Вот так вот. Дальше переходим в параметры во вкладку Settings. И здесь у нас есть Sun Reflections, который отвечает за... рефлектор... За... Как вам правильно сказать? За степень и за насыщенность освещения Солнца в отражающих поверхностях. То есть, если он меньше, соответственно, этот параметр меньше, и Солнце меньше отражается в других поверхностях, которые имеют отражающую поверхность. Если же больше, соответственно, Солнце у нас более отражается. Значит, чтобы вы понимали, посмотрите вот на вот эту часть камня, и вы увидите, в чем разница. Ну, давайте, соответственно, поставим повыше, учитывая, что у нас солнечный день. Star Intensity. Этот параметр отвечает за эффект освещения звездами, но при ночной визуализации. В данном случае, учитывая, что у нас визуализация не ночная, нам данный параметр не нужен. И Ambient Occlusion. Это также у нас параметр, который отвечает за освещение. То есть, как вы видите, у нас, соответственно, все теневые тени становятся либо более темные, если он стоит на минимуму, либо более светлые. Значит, поставим, сейчас мы посмотрим побегунку, и попытаемся подловить необходимый нам параметр. Я считаю, что где-то вот так вот будет достаточно. Вот. Мы с вами рассмотрели параметр Lightning. Следующий параметр – это камера. Соответственно, первый параметр Full у нас отвечает за угол обзора нашей сцены. Соответственно, сейчас он стоит 90. Мы можем сделать его либо ближе. Угол обзора у нас становится меньше. Соответственно, какая-то часть у нас становится более приближенная. Либо, наоборот, можем сделать его больше. Но, в данном случае, мне кажется, 90 у нас автосохранение, конечно же, у нас является одним из самых таких наиболее привлекательных параметров. Значит, параметр Dove. Что это такое? Это параметр, который отлегчает зафокусировку на определенном предмете, но при этом остальные предметы, которые попали в ракурс, у нас становятся размытыми. То есть, давайте, допустим, включим. Вот у нас сейчас стоит параметр Dove. Мы его включили. У нас вся сцена стала размытой. Если мы его выключим, вся сцена становится четкой. Значит, давайте включим его и посмотрим, какие у него есть параметры. Значит, дистанция, после которой у нас уже происходит наше размытие. В данном случае стоит свыше одного метра. Если мы ставим больше, соответственно, дистанция размытия уменьшается. Либо мы ставим, допустим, 13. Соответственно, то, что у нас уже на дальнем плане, становится уже более-менее размытое. Апертюры. Этот параметр, то есть, он, так скажем, если у нас стоит именно размытие на переднем плане, он отвечает за четкость. То есть, как вы видите, можно настроить четкость. ФОВ также у нас отвечает за угол обзора. Также мы можем задать на тот объект, который у нас должен быть именно неразмытым. То есть, мы указываем, какой у нас объект не должен быть разбытым. И, соответственно, указываем параметры четкости. То есть, как вы видите, если мы ставим параметр Аперча более низкий, то, соответственно, то, что на ближнем плане становится более размытое. То есть, вот сравните, оп и оп. То есть, вот этот камень на переднем плане у нас стал более размытый. Боукен шейп. Параметр, который... Давайте сейчас мы так же поставим. Который отвечает за то, как будет отображаться, соответственно, ваше размытие. Вот, посмотрите на вот эту вот часть. То есть, сейчас в данном случае у нас стоит форма размытия круглая. То есть, круги. Мы ее изменяем, и у нас, соответственно, изменяются наши геометрические формы, которые отображаются у нас при размытии. То есть, от квадрата до круга. Значит, опять же, возвращаемся к тому, что у нас было. Ставим на необходимую нам... Так. Так. И все. Ну, в принципе, в данном случае, мне кажется, параметр DOF нам не сильно интересен. Значит, следующий параметр это параллелизм. Параметр, который отвечает за количество точек перспектив у вас на сцене. То есть, если у вас имеется три точки перспективы, то тогда этот параметр лучше не отжимать. Если же у вас имеется две точки перспективы, этого достаточно. То есть, тогда его можно отжать. То есть, как вы видите, разницу. Соответственно, когда параметр параллелизм выключен, у нас имеются три точки схода, три точки перспективы. И, соответственно, у нас сцена становится более реалистичной. Если мы его выключаем, все стволы деревьев становятся ровные. И точка перспективы третья, которая находится наверху, у нас пропадает. Вингетинг. Это у нас эффект затемнения по бокам. То есть, либо мы делаем более светлой, либо мы, наоборот, делаем по краям нашу сцену более темной. Ну, поставим, как у нас было, 40%. Вот. Так, одну секундочку. Так, дорогие друзья, я вернулся. Значит, Lens Flare, также параметр отвечает, когда у нас в, так скажем, сторону камеры, которая у нас расположена, бьет источник света. Либо это солнце, либо это другие источники света. На других визуализациях, на следующих, которые мы будем проводить, я покажу эффект, как он, соответственно, выглядит и как он будет себя показывать. Значит, следующий параметр Visual Effects. Это у нас Color Gradient, где мы можем задавать основные принципы. То есть, в принципе, благодаря вот этому параметру, мы можем исключить какую-то часть постобработки у нас на постобработке нашей визуализации в Photoshop. Значит, следующее, то, что здесь есть, это Color Gradient, это Filters, это Clay Render и Reflections. Reflections обязательно должен быть включен. Это у нас эффект отражения. Clay Render – это у нас эффект, так скажем, рендера, который выполнен в белом цвете. Но, в данном случае, нас он не интересует. Filters – это также, видите, у нас такой специализированный фильтр для нашей сцены. Также нас в данном случае не интересует. И Color Gradient – как раз-таки основной такой этот, который, основной параметр, который во вкладке Visual Effects мы должны попробовать проверить. Значит, учитывая то, что страна северная, мне кажется, мы должны использовать более холодное отображение нашей сцены. Значит, смотрим, что у нас более похоже. То есть, вот у нас параметр Enso придает очень хороший, прямо такой насыщенный осенний мотив для нашей сцены. Но нам осенний мотив не нужен. Out – здесь более такой у нас рассеянный. Я так думаю, он похож на раннее утро. Параметр Cooper больше, именно приближенный, я так смотрю, к сепии. DT6 – более холодный параметр. D7 – параметр, который характерен менее насыщенными цветами. И они более направлены, все-таки, немного более в теплый цвет. DT8 – параметр, который отличается достаточно высоким контрастом. Вот, ESM – также высокий контраст и очень насыщенные цвета на сцене. MTX – это у нас параметр, который придает зеленый эффект для нашей сцены. Black & White, как видите, параметры Black & White, Black & White, Black & White. Кстати, вот этот параметр выглядит очень даже ничего. Black & White – Red. Согласитесь. Вот, параметр Beauty, но он очень насыщенный, очень. Вот еще один, он еще более насыщенный, более яркий. Этот параметр Beauty, он менее насыщенный, менее контрастный и менее такой яркий. Blue Tint. Вот этот фильтр я, в принципе, почти всегда использую у себя на визуализациях. Давайте его тоже будем в этот раз также использовать. Теперь также мы можем здесь задать параметры контраста, либо будет менее контрастная сцена, либо более контрастная. Но я предпочитаю ставить где-то параметр 55 и RGB Saturation. Это у нас насыщенность наших цветов. Либо они будут очень насыщенные, либо они будут черно-белые. Вот, соответственно, смотрим и ставим необходимый нам параметр. Ну, вот 50%, мне кажется, этого достаточно. Значит, после того, как мы настроили все эти настройки, смотрим на нашу визуализацию, и мы можем произвести, по моему мнению, последние, так скажем, штрихи. Это просмотреть параметры формат и, соответственно, сделать визуализацию. Значит, размер нашей визуализации сейчас стоит 2К. Это у нас Full HD 1920x1080. Есть 4К Ultra HD 3840x2160. Если вы компонуете свою визуализацию на альбома 3-го формата, вам 2К будет вполне достаточно. Ну, и также, когда мы нажимаем «Мо», мы можем задавать необходимые нам параметры ширины и высоты. После того, как мы это все задали, мы можем переходить в параметры экспорта, выбирать картинку, которую мы хотим экспортировать, и жмем, куда ее экспортировать. Выбор папки. И, соответственно, производится сейчас экспорт нашей визуализации. После того, как мы это сделали, предлагаю сделать еще одну визуализацию с такого же ракурса, но уже с немного другой погодой. То есть давайте сделаем ее вот такую пасмурную, которая будет хорошо характеризовать именно погоду Исландии. Значит, смотрите. У нас, учитывая, что включены вот эти вот «Sphere Reflections Probe», у нас за счет этого получаются некрасивые засветы. В данном случае, когда у нас солнечного света прямого нету, они, получается, придают такой эффект пересвета. Для того, чтобы их отключить именно на данной визуализации, мы жмем «Глаз» здесь, потом выбираем вторую, также отжимаем «Глаз», чтобы ее не было видно, выбираем вот эту, и теперь находим их вот здесь вот в иерархии проекта. «Раз», «Два», и обновляем нашу визуализацию. Все, когда мы это сделали, мы видим, что у нас получилась пасмурная погода. Мы видим, что у нас теперь нету сильного, насыщенного солнечного цвета. И также мы здесь, давайте сейчас еще посмотрим, как можем здесь сделать с погодой. Так, теперь попробуем такую погоду. «Лайтнинг» попробуем здесь, в данном случае, освещение поставить чуть повыше, потому что прямого солнечного света нету, у нас пасмурная погода, но при этом нам необходимо, чтобы визуализация была достаточно четкой и яркой. И, соответственно, «Санрефлекшн». В данном случае, считай, что у нас солнца практически нету, она не сильно будет влиять. «Амбиент». Смотрим, опять же, у нас все тени и так находятся в тени. Ну, давайте как бы так и оставим. «Шэдоу», параметр «Шэдоу» мы оставляем. И, соответственно, возвращаемся к нашей визуализации «Имидж 8». И видим, что теперь данная, как бы, визуализация характеризует в большей степени природные, так скажем, климатические состояния окружающей среды Исландии. Но при этом давайте сейчас изменим немного визуальный эффект и посмотрим, какой все-таки визуальный эффект сюда может подойти. Переносимся к визуальным эффектам и смотрим, какие нам могут подойти. Так. Для того, чтобы понимать, вот давайте посмотрим, вот Исландия. Вот. Поэтому давайте посмотрим и выберем сейчас нужный нам эффект. Все эти эффекты достаточно теплые. Этот темный. «Фьюджи» тоже достаточно такой ярковатый. «Контраст» не-не-не. «Миды» нет. «Тританопия» нет. Так, 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 так. Смотрим. Так. Попробуем сейчас еще другие. «Ноун» или оставим «Блутинт». Я бы все-таки вообще здесь какой-то этот убрал. Следующее, чтобы я сделал здесь в параметрах «Лайтнинг», я еще бы сделал бы меньше наш «Вайтбаланс». Где-то вот так вот, 5400 сделаем. И здесь вот опять же «Визуал эффект», «Color Gradient». Я бы немножко контраста подуменьшил. Не 55, а допустим 45%. В «RGB Saturation» также подуменьшим параметр. Все-таки это у нас «Исландия». Вот как-то вот так вот, 40%. Вот, в принципе, у нас получилась визуализация. Достаточно такая она получилась серая, но характеризующая именно, опять же, природно-климатические, природную часть именно «Исландии». И таким же образом визуализируем теперь только восьмую. Восьмой имидж. Выбор папки. После того, как мы это сделали, смотрим в папку и ищем нашей визуализации. Вот одна наша визуализация и вот вторая наша визуализация. Значит, чем эта визуализация мне не нравится? Вот сейчас, когда мы посмотрели. Значит, мне не нравится здесь, что у нас слишком получились насыщенные и яркие тени. В данном случае вот у этой визуализации она выглядит намного выигрышнее в плане теней. Возвращаемся в Twinmotion. Переходим к Image 7. Выбираем параметры Lightning. И начинаем смотреть, что мы можем сделать с тенями. Значит, Shadow. Попробуем немного добавить Shadow без. Так. 0.40. Попробуем немного добавить Ambient. Так же. Так. Так, так, так. Вот так вот. И, может быть, чуть-чуть Explosion. Нет, 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 нет. 0. Так. Попробуем здесь, что можно сделать. Так. 0.40 оставляем, как у нас и было. Так. Shadows также мы поменяли. Теперь попробуем в параметрах контраста чуть-чуть поставить поменьше контрастности. И, соответственно, мы видим, что тени уже стали немножко по-другому выглядеть. Опять же, визуализируем седьмую картинку. В эту же папку. Ждем. Ждем. И посмотрим, что у нас получится. И сравним как раз таки, вот допустим, вот эту вот картинку. И сравним еще одну картинку, новую, которую мы с вами сделали. Одну секунду. Разницу, соответственно, вы видите. Данная картинка, которую мы сделали новую, выглядит намного-намного интереснее. Значит, дорогие друзья, я благодарен, что вы снова были на моем канале. Что смотрели мой видеоурок по Twinmotion. Сегодня был заключительный, нет, наверное, не заключительный, а предпоследний видеоурок по именам, порам Lab. На следующем уроке я вам расскажу, как делать видеооблеты. Мы сделаем с вами видеооблет по данному объекту. И, соответственно, поставим с вами точку именно на данном объекте. Но видеообзоры программы Twinmotion продолжатся уже на других сценах. Не менее интересных, а наоборот, более интересных. Они будут более обширные. Больше мы будем с вами работать с материалами, с освещением. Вот. А на других, допустим, это интерьерные сцены. Экстерьерные также будем работать с освещением, с материалами, с окружением урбанизированным. Либо это будет окружение у нас природное. И, соответственно, постараемся по максимуму изучить каждый визуальный эффект, каждый параметр, за что будет отвечать каждое ваше нажатие клавиши, либо перемещение бегунка в данной программе. Дорогие друзья, я вам очень благодарен за то, что вы смотрели мой видеоурок. Всем желаю хороших проектов, красивых визуализаций и прекрасного настроения. Всем пока.